Силуэты Каждый год мы вспоминаем войну, унесшую миллионы жизней. Каждый год мы благодарим тех, кто сражался за нашу страну. Чествую ветеранов Великой Отечественной, вспоминая с благодарностью их ратные трудовые подвиги, мы обязательно вспоминаем и тех, кто все ужасы и тяготы войны познал еще ребенком. Наравне со взрослыми они терпели все лишения, защищали, стреляли, попадали в плен, жертвуя собственными жизнями. Они сбегали из дома на фронт, чтобы защищать Родину. Они оставались дома и терпели страшные испытания, выпавшие на их долю. В тылу и на линии фронта они каждый день совершали маленький подвиг. У них не было времени на детство, им не достались годы, чтобы взрослеть. Попранное войной детство, страдания, голод, смерть рано сделали ребятишек взрослыми, воспитав в них не детскую силу духа, смелость, способность к самопожертвованию, к подвигу во имя Родины, во имя Победы. В тылу дети изо всех сил помогали взрослым во всех делах, участвовали в противовоздушной обороне, дежурили на крышах домов во время вражеских налетов, строили оборонительные укрепления, собирали металлолом, лекарственные растения, участвовали в сборе вещей для Красной Армии. Сутками трудились ребята на заводах, фабриках и производствах, встав за станки вместо ушедших на фронт братьев и отцов. Дети трудились и на оборонных предприятиях, делали взрыватели к минам, запалы к ручным гранатам, дымовые шашки, цветные сигнальные ракеты, собирали противогазы, работали в сельском хозяйстве, выращивали овощи для госпиталей. В школьных пошивочных мастерских пионеры шили для армии гимнастерки, девочки вязали теплые вещи для фронта, варежки, носки, шарфы, шили кесеты для табака. Ребята помогали раненым в госпиталях, писали под их диктовку письма родным, ставили для раненых спектакли, устраивали концерты. Детям, пережившим ту войну, поклониться нужно до земли, в поле, в оккупации, в плену, продержались, выжили, смогли. Не миновала это участи детей Архангельска. Одна из них – Петрова Валентина Николаевна, председатель постоянной комиссии по патриотическому воспитанию и работе с молодежью в Совете Архангельской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Когда началась война, Валентине Николаевне было всего шесть лет. Мама умерла, когда девочке не было и двух лет. Отца забрали на фронт. Валентина Николаевна вспоминает, как он в день отъезда зашел к ней утром, встал на колени и сказал бабушке, «Мама, только сбереги, пожалуйста, сбереги Валюшку». И бабушка сберегла. Вместе пережили войну. Сначала в доме на Володарского, а когда потеряли это жилье после бомбежек, рядом, в конюшне. И, несмотря на перенесенный страх и боль, Валентина Николаевна вспоминает об этом времени с теплотой. Люди хорошие были вокруг. Воспоминания о тяжелом детстве всегда березят душу. В начале войны Валюша посещала детский сад. Она вспоминает, как о них, о детях заботились все работники, как они спасали детей от голодной смерти и берегли для жизни. Помогал тюлени жир. Валентина Николаевна вспоминает, как 2 мая 1942 года они ходили с концертом в госпитале 25-33, который был расположен в помещении школы номер 22. Длинный коридор, заполненный ранеными, медицинскими работниками. Она, высокая худенькая девочка с белыми волосиками, танцует весну. «После нашего концерта», – вспоминает Валентина Николаевна, «Меня посадил на колени пожилой солдат. Он крепко прижал меня к своей груди, вероятно, вспомнил свою дочурку, и я почувствовала, как по моей щеке катилась слеза солдата. Этого я никогда не забуду». Перешагнув порог школы, Валюша не могла и подумать, что через много-много лет она войдет сюда уже учителем, и что эта школа будет ей вторым домом, что она выучит свою дочку, внучку, что здесь встретит свою любовь и самых верных друзей. Всю свою жизнь Валентина Николаевна посвятила работе в школе около 40 лет. Она начала свой педагогический путь в 1959 году воспитателем группы продленного дня в младших классах средней школы номер 22. Через два года Валентина Николаевна – учитель истории, а через пять лет назначена заместителем директора по воспитательной работе. С 1977 года работала заочем, а затем директором муниципального бюджетного образовательного учреждения средней школы номер 22. С 2000 года Валентина Николаевна является членом комиссии по патриотическому воспитанию и работе с молодежью Архангельского городского совета ветеранов, а уже в 2002 году ее бессменным председателем. Под ее руководством комиссия проводит лекции, исторические игры, патриотические акции и концерты, встречи с дошкольниками, школьниками и студентами города Архангельска. В 2009 году она награждена памятной медалью «Патриот России», а также медалью «За сослуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества». В 2012 году стала обладателем нагрудного знака «За заслуги перед городом Архангельском». А в 2014 году медаль «За заслуги» и две медали «Союза городов воинской славы» за активную патриотическую работу. Валентина Николаевна является автором и организатором многочисленных патриотических акций и исторических игр, среди которых встречи с участниками войны, ветеранами труда и боевых действий, торжественной линейки и праздничные концерты, военно-исторические игры, фестивали и конкурсы. Ни одно поколение ребят выросло на ее уроках мужества. Валентина Николаевна организовала множество городских мероприятий, направленных на сохранение истории нашей страны. А акция «Знамя Победы», к которой подключились все школы города, стала символом патриотического движения поморской столицы. Валентина Николаевна – отзывчивый, добрый, ответственный и неутомимый человек. Она – истинный патриот, любящий свое дело и отдающий свое время на воспитание подрастающего поколения в духе любви к Родине и Отечеству. Она пользуется большим уважением среди ветеранов и молодежи города Архангельска. Деятельность Валентины Николаевны, акции «Знамя Победы» и «Города трудовой доблести», уроки патриотического воспитания и концерты находят живой отклик у жителей региона всех возрастов наперекор современным тенденциям. 28 апреля 2021 года Валентине Николаевне было присвоено звание «Почетный гражданин города Архангельска». Уважаемая Валентина Николаевна, примите искреннее поздравление от читателей и коллектива библиотеки номер 10 имени Федора Абрамова в связи с празднованием Дня Победы. Желаем вам доброго здоровья, неутомимой энергии, оптимизма и множества последователей вашего благородного дела по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. С праздником, дорогая Валентина Николаевна! Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok